Здравствуйте, дорогие телезрители! Я Светлана Кузьмина, приветствую вас на программе «Вдохновение». Сегодня у нас в гостях музыкант, дирижер Сафина Фарида. Здравствуйте, Фарида! Здравствуйте, Светлана! Мы очень рады, что вы приехали к нам в студию и согласились дать небольшое интервью. Сегодня, конечно, речь пойдёт и о вдохновении, и о музыке, и о творчестве, и, конечно, о церковном хоре, который вы возглавляете. Фарида, как начинали вы первые шаги в музыке? Это была обычная музыкальная школа? Ну, первые шаги. Занятие музыкой. У меня не было вообще вопросов, чем я буду заниматься в детстве, потому что мама моя была педагогом музыкальной школы. И с самого начала, с самого детства, когда меня спрашивали, кем ты будешь, я всегда говорила, я буду учителем музыки. И так по жизни я с этим и шла. То есть после школы было училище? Да, училище. Гнессинское училище, потом была Казанская консерватория, потом была работа в музыкальной школе. А вот в 90-е годы, когда наступили эти 90-е годы, там полный отказ от занятий музыки. Потому что нужно было как-то жить? Только-только-только зарабатывание денег. И вот в этот самый момент, когда всё было, в принципе, всё хорошо было. Были деньги, была работа, была семья, был ребёнок. Материальное благополучие. Да, всё было нормально. Но вдруг образовался какой-то духовный вакуум. И вот в этот момент мы стали общаться вместе с Володей, мужем. С мужем вашим. Да, с мужем. На эту тему начался поиск. Я всегда себя считала мусульманкой. Вы выросли в мусульманской семье? Да, я выросла в мусульманской семье. И я всегда считала себя мусульманкой. Всегда я знала молитвы мусульманские. Я пыталась общаться с мулой, пыталась читать Коран в переводе на русский язык. Но я там ничего не находила. Не находила для себя какой-то опоры. Это был духовный поиск или просто знакомство с духовной литературой? Нет, это был духовный поиск. Вот именно это был духовный поиск. И в общении с Володей я его звала с собой. Володя, давай с тобой вместе. Мусульманство. Очень интересно, как вы познакомились с мужем? Ну, знакомы мы с детства. Дело в том, что я являюсь ученицей своей свекрови. Это в школе вы не учились? Да, в музыкальной школе. И моя первая учительница музыки была моя свекровь, Бондин Ольга Михайловна. И сколько лет вы по жизни идёте так вместе, рука об руку? Сколько дочери вашей лет? Дочери 28. 28. А вместе мы 36 лет. Большой шанс. 36 лет, да. То есть я в 18 лет вышла замуж, когда мне исполнилось 18 лет. И с мужем вы тогда начали поиск духовный? Да, начали поиск. Искали мы долго, целенаправленно. В православии. Посещали церкви. Да, так сказать, и православную церковь, и протестантские пятидесятников, и баптистов. Нам везде было интересно. А что больше всего трогало в богослужении? В богослужении, вы знаете, странные у меня были ощущения. Во-первых, в первые моменты я всё время плакала. Это были слёзы покаяния? Да. Фрида, а вот музыку, которую вы слушали в церквях, музыку, вы же её хорошо наверняка знали, потому что духовная русская музыка – это архангельский, чесноков. Это же практический материал, на котором вы выросли. Светлана, дело в том, что хорошо, да не совсем хорошо. Дело в том, что в те советские времена, когда мы учились, архангельский, чесноков были под запретом. Не изучали, не изучали. Именно когда я начала петь в хоре, вот тогда я познакомилась с этими композиторами, тогда я стала для себя их открывать. Бортнянский, Дегтярёв, Березовский, вот только тогда я для себя их стала открывать. Мы останавливались на том, что вы с мужем стали искать и ходить по разным-разным церквям. Да, да, да. И 92-й год. Евангельская компания. Марк Финли. В центре Москвы. В центре Москвы. В Кремле. Во дворце съездов. Хор «Глория» под управлением Элиты Соколовской. Это просто откровение, это просто… Я поняла, что я должна быть там, но не петь. Я тогда ещё даже не мечтала. Хотя бы наслаждаться этим пением. Не петь, наслаждаться и просто слушать. Просто слушать. Потом, когда мы пришли в эту церковь, я сначала была только слушателем, я только переживала за Володю, я только, так сказать, переживала за его место, за роялем. Но потом меня позвали в хор. Позвали в хор попеть. Знаете, что вы профессиональный музыкант? Да. Вы себе не представляете, как мне было сложно. Несмотря на то, что имея такое образование, мне было очень сложно петь в этом хоре. Почему? Я была удивлена, как люди, не знающие нотные грамоты, они так хорошо владеют текстом, с листа читают. Для меня это было просто… В консерватории нас этому не учили. Я, когда приходила после репетиции в субботу, я просто падала, замертво падала и тут же засыпала. Я настолько уставала. Ну, это, наверное, и эмоционально ещё усталость была. Потому что, когда поют в церковном хоре, это же и духовные переживания, это же тема очень близкая к каждому, и эмоционально очень большая нагрузка. Да. И в конце концов, вы встали потом за пульт этого же хора, где вы начинали петь тогда. Да, это получилось очень интересно. Освободилось место. Вернее, не то, что оно освободилось. Появилась нужда. Потребность. Потребность дирижёра. В дирижёре. А время для меня было, в общем-то, не очень лёгким, потому что это была, тяжёлая была работа, на работе что-то не очень всё ладилось. Я ужасно уставала. Дочь поступила в институт, и тут нужно было как... и домашние проблемы. И со здоровьем не очень хорошо. И вот это взять всё на себя... Вы просто понимали, какая это глубина ответственности. Да, да, да. И я даже не задумывалась, что будет потом. Мне настолько этого хотелось, и вот... Вы окунулись просто, наверное, да? Окунулась, бросилась просто в это. И вы знаете, Господь всё усмотрел. Всё стало налаживаться. И здоровье стало получше. И с дочкой там всё как-то более-менее уладилось. Она вышла замуж. И с работой тоже всё как-то утряслось. Можно ли сказать, что вы ощутили на самом деле Божие благословения? Конечно. Как вы выстраиваете приоритеты? Я знаю, что у вас очень жёсткий график, и вам понадобилось просто обдумывание. Вы сможете приехать к нам или не сможете, да? Вы выбирали буквально время для того, чтобы приехать к нам в студию. Как вы выстраиваете свои приоритеты в жизни? Если, например, мы выберем такие категории, как семья, служение Богу, карьера. Что главнее для вас? Только служение. Семья – это моё служение. Потому что вы с семьёй служите? Да, да, потому что мы вдвоём, поэтому у нас всё подчинено только одному – только служению. Я знаю, что у вас очень замечательный тандем вместе с вашим мужем. То есть он является и вашим помощником, и композитором, который пишет произведения для вашего хора. И моим советчиком. И советчиком в то же время в вашей деятельности. Давайте, наверное, мы сейчас просто посмотрим на экран и услышим произведение в исполнении вашего хора. Сейчас у нас произвечит произведение «Сердце чистое». Смотрим на экран. Господи, услыши, услыши, услыши молитву мою. Субтитры создавал DimaTorzok Песня «Сердце чистое». Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 50 лет 50 лет Причём Вот ей будет 80 лет В марте следующего года Неувядающий голос То есть когда нам нужно взять Ля второй октавы Галина Павловна в первых рядах Потрясающе В таком возрасте Вот пожалуйста Благословение Благословение Потому что редко кто в таком возрасте Вообще интонирует Вы знаете Вот я наблюдаю за творчеством Вашего хора В последнее время Очень много пришло Ваш хор молодёжи Есть преемственность Поколений Есть у вас такое Что поют Например Мама Папа Сыновья Дочери Да конечно Но опять Опять та же семья Геваркянов Галина Павловна Андрей В тенорах Это её сын Её сын Даник Тоже её сын В басах Внучка Лора Внук Эдик В басах Ну вот это уже То есть это уже Пол хора Можно сказать Это уже пол хора Да это уже пол хора Вы много выступаете Конечно же Это каждое Еженедельное богослужение Которому вы в течение недели готовитесь Но у вас есть и концертные площадки На которых вы постоянно поёте Вообще были какие-то вот Интересные моменты В ваших гастролях Были какие-то яркие выступления Вашего хора Которые вот Запомнились чем-то очень ярким Были конечно Как у каждого коллектива Я знаю что случайно Вот буквально недавно же Вы выступали На каком-то крупном мероприятии В Москве Да Да Это было В измайловском концертном комплексе Сводное было богослужение Московских церквей Это там сейчас Это только ваш хор Или ещё другие Нет Это был сводный хор Там был сводный хор Нашей церкви Там были хоры Хор Креда Там был наш хор Ансамбль Был мужской ансамбль Из нашего хора Было такое Очень праздничное Богослужение Довольно-таки Оно заполнило Весь день Состояло из двух частей Было очень интересно Я почему спросила Об этом концерте Потому что Даже до нашей студии Дошли слухи Об этом мероприятии Что было очень интересно И торжественно Хотела бы вас спросить Как вы подбираете Репертуар Как хормистят Для своего хора Какими критериями Вы пользуетесь Интересный вопрос Критерии таковы Музыка Должна быть В первую очередь Мне Очень интересно И конечно Она должна быть Все-таки Ближе К классической Очень Люблю Чеснокова Очень Помимо того Что у него Музыка Удобная Для пения Потому что Он сам Прекрасный Хоровик Плюс к этому Он очень хорошо Знал священное писание Он Все свое детство Юность Отрочество Он изучал Священное писание Потому что Он Учился Я точно не помню Его биографию Но В течение Вот этих Десяти лет Образования В течение Каждого дня Он Изучал Священное писание Это Входило в программу Ту программу Где он учился Очень люблю Архангельского Бартнянский Ну вот сейчас Произведение Левитина Вашего супруга Да Левитина Которые Очень Отзываются Именно Отзываются Хорошо Очень в нашей Церкви Потому что Вот Та тема Та тема Благодати Вот сейчас Кстати у нас Замечательный пастор Гончар Павел Владимирович После его проповеди Всегда Хочется взяться За священное писание С радостью С радостью И вот эта вот радость Она В этих произведениях Радость Радость О спасении Написаны Написаны На библейские Стихи Да На библейские Тематика библейская В основном Это Псалмы Давида И именно Эти произведения Они Рождены В нашей среде Они Даже у меня Иногда Такое Впечатление Что Они написаны Не Володей Они написаны Нашим хором То есть Они изливаются Из нашего хора То есть Когда мы Начинаем Первое Новое произведение Мы берем Каждый Пытается Внести Что-то Какое-то свое Какую-то свою Нотку То есть Какие-то Высказывает Какие-то пожелания То есть Получается Даже коллективное Такое творчество Да Ну да Да В общем да Ваш хор Является Некой семьей Где есть Молодые члены Хора То есть Дети Есть люди Которые уже Ветераны С огромным опытом Можно ли Назвать Ваш хор Такой семьей Где Воспитываются Новые таланты Конечно Конечно Воспитываются Новые таланты Там В нашем Хоре Очень часто Рождаются Семьи Даже такое бывает Да Вот То есть Музыка И церковное служение Способствуют этому Да Да Это здорово Я хотела спросить О вашей дочери Фарида Я знаю Что Ваша семья Очень музыкальна Семья Ваших родителей Семья Родителей Владимира Павловича Вашего супруга Тоже все связаны С музыкой И наверное И дочка Как-то связана С музыкой Нет Это Дочка Это первое явление В нашей семье Это Человек Который Первый Оставил Занятие музыкой То есть Закончив Два класса Семилетки При консерватории Ей было 9 лет Мы с ней Приняли решение Что мы В Дашле То мы Выбираем С ней Занятие языками Оставляем музыку Она способна К языкам Да К языкам Да Сейчас у нее Английский Немецкий Португальский Итальянский Японский Потрясающе Вот Можно ли сказать Что музыкальные Способности Просто Как бы Переформатировались В языковые Способности Ну да Ну конечно Конечно Потому что Это слух Это ведь Изучение языков Занятие языками Это же ведь Хороший слух Должен быть у человека То есть Это в общем-то Помогло Вот Ну Когда мы решили Приняли это решение Для наших бабушек Это было Очень Неожиданно Наверное Шоком просто Шок Шок Но они это пережили Они это пережили Очень интересный факт Вашей биографии Да А ребенок сказал Мама Чем я буду кормить своих детей Это 9-летний ребенок Сказал Ну наверное Это было еще во времена Перестройки Тяжелые времена Музыканты Но для нее Это было Такое понятие Что деньги Можно зарабатывать Только вот только так Но не музыкой Нет Наоборот Только-только музыкой Потому что у нее И мамы И папы И дедушки И бабушки И тети И дяди Все занимаются музыкой Все зарабатывают этим деньги И вдруг Бросать музыку Ну вот такие времена Которые диктовали Диктовали Что Музыкой Ничего не заработаешь Вот если бы сегодня Молодая пара семейная У которой дети маленькие Спросили бы вас Вообще нужно ли отдавать Своего ребенка В музыкальную школу Обязательно 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 Почему? Обязательно Потому что Это совершенно другие дети Это я вам скажу Как педагог музыкальной школы С 15-летним стажем Это дети совершенно другие Это дети Ну может быть даже На голову выше Своих сверстников Они видят все по-другому Они развиты по-другому Они подготовлены по-другому К жизни Взрослой жизни Обязательно Я с вами солидарна В этом вопросе Фареда К сожалению Заканчивается наша передача И может быть вы знаете Что у нас есть добрая традиция В конце задать нашему гостю Несколько коротеньких вопросов И получить несколько коротеньких ответов Первый вопрос Ваш любимый композитор Сегодня по-моему уже звучал Чесноков Чесноков Какая музыка чаще всего Звучит у вас дома? Много музыки Но в основном это духовная музыка Какое качество вы более всего цените В христианине? Жертвенности Библейский герой Судьба и служение Которые в большей мере Повлияли на формирование Вашего характера? Апостол Павел И последний Когда вы предстанете пред Богом Что вы ему скажете? Господи Я тебя так люблю Аминь Спасибо вам огромное За то, что вы нашли время Приехали к нам сюда И поделились с нами Очень интересными историями Мы желаем вам творческих успехов И успехов в вашем служении Дорогие телезрители Перед тем, как проститься с вами Мы предлагаем вам послушать В исполнении церковного хора Произведение Которое называется Благослови душа моя Господа Всего вам доброго И до новых встреч Благослови 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 душа моя, Господа, И не забывай, не забывай, Сына на деянии Евро. Он прощает все беззакония Твоих Истеляет все беду и твои, И избавляет от могилы Жить Твою и венчает тебя. Милостью ищет руками, Насыщает благами желание Твое, Обновляется по доброму. Юность твоя! Юность твоя! Юность твоя! Благослови душа моя, Господа, И вся внутренность моя, Святое имя Твоя! Юность твоя! Юность твоя! Юность твоя! Субтитры создавал DimaTorzok